Каждый год 27 мая отмечается Всероссийский день библиотек, который по праву считается профессиональным праздником всех людей, чья жизнь так или иначе связана с библиотекой. Рязанских библиотекарей чествовали сегодня в библиотеке имени Горького. До недавнего времени позиции библиотеки как общественного института казались незыблемыми и неуязвимыми. Это было единственное учреждение, профессионально занимающееся сбором, систематизацией, хранением и доведением до потребителей информации. Это исторически сложившееся монополия гарантировала библиотеке прочное место в традиционной системе информационных коммуникаций. Ни в каком другом месте потенциальный читатель не мог получить доступа к профессионально обработанным и тщательно сохраняемым информационным массивам. Конечно, сейчас в эру цифровых технологий посещаемость библиотек упала. Если быть честными, значительное число наших современников вообще не читает. А те, кто читает, зачастую предпочитают электронную книгу бумажной и пиратский контент легальному. Но все же многие все так же не могут представить свою жизнь без книг. Посещать библиотеки, конечно, стали меньше. Но это не значит, что печатная книга отомрет. Была одна очень хорошая статья в одном из наших профессиональных журналов. Мы еще простудимся на похоронах печатной и электронной книги. Мы с этим не то чтобы согласны. У нас в России затевается и набирает силу проект по созданию национальной электронной библиотеки. Безусловно, это будущее. Но читать, я думаю, меньше не стали. И по нашим ощущениям читать будут. В электронном ли виде, в печатном ли виде, как-то еще. Но читать люди будут. Конечно, читать нужно хотя бы для того, чтобы развиваться как личность и расширять свой кругозор. А чтение художественной литературы, например, это всегда новые путешествия, которые можно совершить, даже не вставая с дивана. И мало просто научиться читать, нужно еще научиться получать от этого удовольствие. На данный момент в нашей стране действует, хотя, может быть, пока и не в полную меру, национальная программа поддержки и развития чтения. Я думаю, что результаты деятельности библиотечного сообщества, результаты деятельности этой программы мы когда-нибудь увидим. Пусть не завтра, пусть не в самом скором будущем, но мы обязательно увидим, потому что интерес к чтению не угасает. Ну а что касается библиотек, то туда стоит ходить хотя бы за тем, чтобы окунуться в чудесную атмосферу тишины, спокойствия, а порой даже волшебства. А ощущения, которые дарит бумажная книга, прекрасны. Возможность перелистывать ее страницы, слышать их шорох, находить пометки во взятой в библиотеке. Ну и, конечно, эти книги просто приятно держать в руках. И они пахнут не только бумагой, но еще и историей.